Приветствую вас! В первую очередь хочется сказать, наверное, то, что когда имеет место быть что-то вот как у вас довольно многолетнее, да, то есть, ну, как вы сами пишите, что много лет это у вас длится, то есть я, конечно, вы не пишите сколько длится, ну, много лет, много лет это длится, вот, соответственно, когда имеет место быть такая вот многолетняя история, то всегда есть шанс того, что у вас имеет место быть вторичная выгода, то есть то, что вот вам данное состояние, данная проблема, да, эта простительность, она вам для чего-то нужна вообще. Вот. Это первое. Второе. Значит, вы говорите, что я была вынуждена ездить в общественном транспорте, да, на пересадочках, вот, и, соответственно, меня очень... раздражала, очень раздражала то, что вот кругом много народа, толкучка и так далее. Вот именно глобально, если мы говорим глобально, это связано с тем, что, может быть, связано с тем, что у вас проблемы с личных границ, то есть, вот, это можно, так сказать, охарактеризовать, как, знаете, такую незащищенность по отношению к другим людям. Вот. И, соответственно, восприятие людей как угрозы. Ну, как угрозы, вот, именно по отношению к себе. То есть, казалось бы, да, вот, вы в общественном транспорте, едите, там, по своим делам, то есть, вы, там, условно говоря, ну, никого, как бы, не трогаете. Да, вас, там, соответственно, тоже никто не, ну, никто не трогает. Вот. Вот. Но вас все равно задевает. Вас все равно задевает. Вас все равно раздражает. То есть, вы чувствуете от людей какую-то, вот, угрозу. Какая-то угроза все-таки, вот, от людей, судя по тому, что вы пишете, исходит. Вот именно с этой угрозой нужно разбираться. Именно, вот, на эту угрозу с точки зрения, ну, психотерапии нужно обратить самое пристальное внимание, потому что, раздражение, это всегда защита. То есть, раздражение, это, вот, первый, так сказать, первый симптом того, что психика, она от чего-то защищается. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, от чего она защищается конкретно, но это уже такая история, да. То есть, это уже не всегда можно определить, не всегда можно это однозначно прямо понять. Вот. Ну, для этого есть, опять же, специалисты, вот, которые, которые могут вам помочь с этим разобраться, условно говоря. Так вот, чтобы вам было, ну, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было хорошо, хорошо, чтобы вы не чувствовали напряжение, чтобы вы увидели, чтобы вы, может быть, поняли, в чем конкретно угроза вам, и, в чем она, эта, эта самая угроза вам проявляется, и, чтобы вы могли сделать для того, чтобы, чтобы, вот, угроза вас, ну, чтобы вас эта угроза не беспокоила. Вот. То есть, это то, что можно и нужно прорабатывать. Вот. Конечно, очень многое зависит от того, какое значение вы вкладывали, к примеру, в работу. Ну, то есть, насколько вам, допустим, нравилась ваша работа, если она вам нравилась вообще. Вот. Насколько вы были увлечены ею, самое что, такое вот, на мой взгляд, чрезмерное уделение внимания, чрезмерный акцент внимания на окружающих людях, это, на мой взгляд, не случайно, вот, на мой взгляд, у этого есть причины, у этого есть основания, вот, хотя, конечно, сказать вот так, какие у этого есть основания, ну, достаточно сплошно, потому что информации о вас мало. Вот. Ну, может быть, вы как-то это с работой связываете, то есть, может быть, вам была, например, не очень, не очень интересная работа, либо она вам, ну, просто вас не очень, не очень устраивала, вот. Мне очень нравится, и вы ходили на нее, там, с трудом, и поэтому, поэтому, вот, у вас выработалось такое вот негативное достаточно отношение, отношение к людям. Вот. Нужно анализировать здесь, потому что, ну, так это, это все просто гадание на кофейной гуше, получается. Вот. Вот. Сейчас, ну, мне бы не хотелось заниматься гаданиями, вот. В целом, вот, понимаете, одно дело раздражение, да, одно дело, когда, когда и если вас это, ну, просто раздражает, и совсем, на мой взгляд, другое, если вы прямо это воспринимаете, как, вот, знаете, как пытку, что-то это для вас прямо пытка. Так. В этом случае, мне кажется, что имеют место быть элементы социофобии, вот, то есть, ну, боязнь людей, вот, ну, других людей, по сути. И если я брат, то с этим тоже нужно работать, вот, то есть, смотреть, как у вас это развивалось, на каких основаниях у вас это развивалось, ну, и так далее. Вот. Вот. То есть, это, мне кажется, очень важным моментом данной истории. Дальше, значит, ну, вот вы пишете, значит, настоящий ад для меня, значит, вы пишете, что накопилось раздражение, терпеть не могу, когда кто-то садится рядом, но я себя уже не контролирую, то есть, вы описываете внешне достаточно, я бы сказал, знаете, ну, обезличенные такие формы своей реакции. Было бы здорово, если бы вы описали подробнее, чем вас люди раздражают. Скорее, конкретно, чем они вас раздражают. То есть, то, что вам не нравится, там, с ними находиться рядом, это понятно. Но очень конкретно раздражают вас люди. То есть, это не совсем объясняющие вещи, когда вы говорите, что вот я уже себя не контролирую, вот я испытываю раздражение и так далее. То есть, вы же раздражение испытываете от чего-то. У вас идет какая-то борьба, у вас идет какой-то негатив, возможно, вот, и, собственно, у него, у этого всего есть основания. Поэтому, тут вот, наверное, очень важно будет поисследовать, поисследовать, что и как именно вы чувствуете, что и как именно вы ощущаете. Что и как именно с вами происходит и почему. То есть, я лично думаю, я лично думаю, что такая история. Я лично думаю, что так, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, вот, я понимаю, что это, возможно, немного, по сути, даже невозможно, а, скорее всего, это немного. Вот, но, тем не менее, тем не менее, так. Тем не менее, это, вот, наверное, единственное пока, что можно вам ответить на текущий момент. Вот, и еще вы, вот, думали, что это просто пройдет. Вы думали, что, ну, что раздражения не будет. Вы думали, что оно, ну, просто исширнет. Ну, я так понимаю, что само собой, да, я так, вот, полагаю. Вы думали, что само собой раздражение исчезнет. К сожалению, это происходит очень редко, очень редко, когда что-то само собой исчезает, без какой-то работы над этим. Тем более, что у вас это происходило достаточно долго, и для вас это достаточно болезненно. То есть, мне кажется, мне кажется, что тут вы недооценили серьезность своей ситуации. Ну, это, вот, ничего страшного. Вопрос заключается в том, готовы ли вы что-то с этим делать, да, готовы ли вы работать. То есть, пока вам можно, вот, исходя из того, что вы рассказываете, да, вам можно порекомендовать, на самом деле, более подробно изучить свои чувства, более подробно изучить свои эмоции по поводу вот людей, которые вас раздражают, чтобы лучше понимать, что именно от чего происходит, и какова природа этих живств. Вот, и уже, соответственно, потом, после этого уже можно будет, ну, дальше уже можно будет о чем-то говорить, потом, после этого уже можно будет дальше с этим работать. Вот, пока что больше, наверное, неопределенности, чем понимание, вот, ну, опять же, это нормально, потому что вы можете не знать, какая информация нам нужна и так далее. Вот, так что я не думаю, что вы, прям, поступили неправильно, так же, не кажется, что вы подумали, что я вас обвиняю, ни в коем случае. Вот, не было никакого желания вас либо обвинять, вот, всё, как бы, в порядке, вот, просто нужно более детально всё исследовать. И когда картина, ну, более детальная картина сложится, вот, тогда уже можно будет, в принципе, оказать вам, ну, именно, именно, вот, так сказать, целевую, именно, целевую, направленную помощь, вот, а не так вот, как это сейчас происходит. Вот, на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ, ага, и так, довольно долго получилось, вот, я надеюсь, что это было для вас полезно, надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделали, вот, я надеюсь, что, да, вам понравилось. Если вы, 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 если вы Я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится в самым лучшим образом, вот, удачи!